итак всем привет с вами интернет-магазин фрике и сегодня мы поговорим с вами чем же отличается кассета от трещотки начнем с того что трещоточный механизм он давно уже устаревший и на сегодняшний день ставится только на велосипедах начального уровня или на подростковых велосипедах вот так выглядит трещотка это ценно литой блок звезд вот его посадочное место с резьбой как вы можете увидеть у кассеты на абсолютно иное конструкцию трещотки рассказывать вам не буду единственное что могу вам сказать что многие путают это кольцо как гайку для снятия трещотки либо установки они его раскручивают трещотка рассыпается там куча мелких шариков они высыпаются и потом люди спрашивают где можно купить шарики они все одноразовые они абсолютно не ремонтопригодные вы просто ставите и катаетесь стирается вот эти вот зубцы на какие-то самых основных передачах и вы снимаете и выкидываете все значит и щетки очень просто поэтому никаких обслуживаний никакого там смазывания просто поставили и катаетесь вот так вот выглядит посадочное место на втулке куда накручивается трещотка то есть она вот так вот надевается и накручивается соответственно чтобы установить или снять трещотку со втулки нужен всего лишь вот такой вот съемник он так вставляется и ключом или головкой чем-то вам удобно вы его откручиваете закручивается трещотка по часовой стрелке откручивается против часовой при монтаже трещотки желательно резьбу смазать какой-то смазкой но не жидкая типа летал там ну совсем чуть-чуть для того чтобы вы потом смогли ее открутить потому что при педалировании трещотка сама затягиваться даже если вы просто от руки накрутите она никуда не денется она через какое-то время затянется так какие нужно насколько это возможно и для того чтобы вот потом когда-то через время ее было удобно откручивать вы смазывать или тольчиком слегка или солидолом или какой-то другой смазкой которая у вас есть и все и потом сорвать ее не составляет никакого труда давайте теперь рассмотрим кассету теперь нужно сказать как же визуально отличить кассету от трещотки вот смотрите у каждой кассеты вот если вы посмотрите вот есть вот такая вот гайка здесь она серебристая может быть черная красная неважно любого цвета здесь всегда гайка а здесь вот вот такое вот неразборное и шлицевое пространство между очкой будет пустота вот такая здесь же гайка накручивается ли она вот имеет такие вот шлицы ки вот такие все гайки под кассету вот такой формы они еще нужно знать что съемник который подходит под кассету он подходит и под трещотку но съемники под которые сделаны чисто под трещотку они под кассету могут не подходить у нас есть такие съемники которые только для трещоток предназначены и так кассета же от трещотки еще отличаются тем что это допустим от 8 скоростная кассета у нее в одном блоке 7 звезд и отдельно одна звезда вставлять а может быть их 9 10 11 12 любом случае блок это всегда 67 звезд а потом остальные звезды наборные вы устанавливаете их вот так вот на втулку просто надеваются они на барабан не накручивается а просто надевается вот так вот наставили поставили эту звезду и потом гаечкой на втулке вы затянули то есть все тема работы такая же при установке кассеты поставили установили звезду затем мы берем гайку съемник и затягиваем все кассета установлено но но для того чтобы снять кассету и и вот так как трещотку открутить не возможно для этого еще нужен специальный фиксирующий съемник цепной хлыст либо можно использовать старую цепь велосипеда если вам так удобно но опять-таки в крайне тяжелых случаях когда кассета слишком затянута вы не сможете удать этот хлыст руках и поэтому нужно будет что-то там тряпки где-то подкладывать а хлыст он с ручкой удобный зафиксировали раз и поехали так вот вернемся к тому же чем же еще отличается это от трещотки как я уже говорил вам что они далека очень похожи и начинающий велолюбитель не может их отличить так вот трещотка всегда выглядит вот так вот она всегда зубчиками на колесе это будет выглядеть вот вот так вот между между осью получается и посадочным местом ну для вот шлицевым для съемника вот здесь всегда будет пустота у кассеты же там пустоты никакой нет тут всегда все чётенько вот так вот выглядит все это у кассеты ну не буду уже наставлять гайку пожалуйста обращайте на это внимание рассматривайте видео фотографии над видео будет статья это можно будет все это рассмотреть и так отвечаю на вопрос что же все-таки лучше кассета или трещотка конечно же кассета если у вас стоит трещотка и вы хотите перейти на так на кассету то не все так просто как вы успели заметить втулки абсолютно разные и просто перейти не получится в чем же достоинство кассеты и минус трещотки звезды конечно там плюс-минус одинакового сплава сделано конечно кассета за счет отсутствия храпового механизма внутри она намного легче кассета надевается вот на этот барабан посадочные места рамы становятся по краям и нагрузка на саму ось втулки распределена правильно вот здесь подшипник вот здесь краве подшипник данная втулка с двумя подшипниками есть втулки с четырьмя подшипниками даже втулки которые были с насыпными подшипниками сепараторами они все равно лучше чем вот эти вот тут и 3 чё дачная не важно на промя нам тоже насыпном подшипники вот накручивается сюда трещотка на корпус втулки а ось втулки вот от края втулки до края вот сюда она пустая и соответственно когда вы ставите колесо на раму и при нагрузках идет усилие вот на эти места и конечно же как под рычагом то ось загибается буквально мгновенно скажем так люди которые ставят оси под трещотку даже там самые качественные насколько это возможно они могут отъехать от сервиса буквально там 20 метров два раза спрыгнуть бордюра и хвост уже подогнется но если она слегка гнутая в принципе можно на них ездить это ну не совсем так страшно но чаще всего у подростков или кто любит агрессивную езду оси просто обламываются бывает вот в этом месте бывает даже в середине во втулке то есть разбираешь ее она все пополам лопнула и ничего с ним сделать что не потому что там плохая китайская оси все китайской это просто потому что вот такой слабый недоделанный конструктив если говорить по переходе с трещотки на кассету вам придется поменять не только саму сами звезды но и соответственно втулку втулку поменять если у вас хороший обод идеальные спицы и вы подберете по планцам такую же самую втулку под кассету как было у вас под трещотку чисто теоретически это возможно но в целом как правило как правило дешевле просто купить там новое колесо под кассету уже с кассетной втулкой и не месяца и это будет новый обод новая втулка новые спицы все новое а цена вопросов если там даже на ваш обод переставить втулку новую с новыми спицами это получится там буквально там не знаю 100 гривен дешевле чем новое колесо всем спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пока пока пока